Всем привет! Мой сегодняшний обзор посвящен очередному заказу и подписке из лички из контакта обзору моей косметики уходовой, которая у меня есть. Я так поняла запрос как то, что у меня на данный момент в районе этого стола, то, что не убрано в шкаф про запас и то, чем я периодически пользуюсь. Ну, во-первых, я всем хотела продемонстрировать мою новую стрижку, которую мне сегодня Женечка сделала. Она сделала ровную челку. Сзади у меня настолько же так же коротко. Не знаю, будет ли это видно. И еще хочу сказать, ребята, если вы подписываетесь на меня, а потом идете в контакты, добавляете, друзья, пожалуйста, пишите, что вы с ютуба, потому что я из паранойи ради могу решить, что вы или я мамочка в декрете, то бишь спамер, или просто непонятно кто, я обычно таких людей неизвестных не оставляю в подписке. То будет приятно и вам, и нам, так сказать, чтобы мне не стоило писать паранойи, вкладывать на страницу и списать, возможно, вам личку, вы кто, вы кто. Вам, соответственно, было бы приятно сразу, что вас добавили. Ну, вот на этом это маленькое такое обращение. На этом, наверное, все. Теперь перехожу к обзору. В общем, начну, пожалуй, с молочка, которое мне попалось от Аленки. Кажется, с первой поменяшки, еще, наверное, с лета, если я не путаю, или, возможно, не с лета, но, в общем, наверное, одна из первых поменяшек. Да, это самая первая поменяшка, еще с лета, когда мы с ней встретились, там, спустя 10 лет, наверное, в реале, так сказать, по-нормальному встретились, а не как-то там скомкало. Иногда бывало, что случайно встречались в Ярике. В общем, Dolce Milk, молоко для снятия макияжа, молоко и лесные ягоды. У меня тут где-то еще чуть больше или чуть меньше, ну, примерно половина флакончика, тут 125 мл, оно прекрасно вообще очищает кожу, пахнет очень вкусно лесными ягодами, похоже на ежевику и фрашевскую, вот, которая не гель для душа, а именно как молочку для тела. В общем, оно хорошо удаляет макияж, правда, у меня из макияжа очень-очень редко пользуюсь тенями, это где-то раз в 7 лет, это, и то, если меня очень сильно так клюнет куда-нибудь, помада и блески, она очень хорошо смывает и просто очищает кожу лица, но мне очень нравится, вот, вообще, она у меня стоит в косметичке тут, косметичка у меня такой бардачок, я сейчас попытаюсь из нее всякое лишнее вытащить, ну, и показать, косметичка она у меня, я ее покупала, когда еще на сайте Гринмамы были всякие такие их прелести, в общем, косметичка Гринмамовская. Вот такой цветочек, когда-то он был красивый, сейчас он уже весь пообтрепался, тут такая зеленая листочечка, веточка, на самом деле у меня тут помады лежат, но помады, я думаю, больше к декоративке относятся, и какая-то еще бумажная мелочь. Вот у меня в этой косметичке, обычно, так сказать, справа от меня, и находятся все мои эти уходовые средства, ну, практически все туда все не влечаются, но оттуда очень удобно их доставать, в общем, молочко у нас пошло. Сегодня буквально у меня закончился тоник, подаренный Аленкой с розой от Эйвен, он потом будет в пустых баночках, и я достала вот перед видео специально, все равно буду им пользоваться, тоник вот такой, это мицеллярная вода, если я ничего не путаю, да, мицеллярная вода для снятия макияжа, эффект возрождения 200 мл, антивозрастное течение лица, 3-чай детокс. Хоть тут и написано антивозрастное, я все время так это бугуртю по поводу, там, а, возрастные крема, то, но на самом деле она мне как-то досталась пробнички, 30 мл, кажется, маленький флакончик, и он мне очень-очень понравилось, просто как тоник для лица ее пользую, ну, и, в общем, я ее достала. Она, мне кажется, досталась подарок с последней моей покупки в Ифраше, если ничего не путаю. Вот теперь у меня новый тоник. Ну, в принципе, я могла бы сделать какой-нибудь свой тоник, там, из того же гидролатароза, но что-то мне пока ленивая. Вообще, что-то, Женька считает, что это из-за зимы, из-за погоды я какая-то жутко ленивая. Уже второй месяц собираюсь разобраться в ящиках полочки, тумбочки, и все никак руки не доходят, только до того ящика дошла. В общем, вот это маска для лица, маска освежающая, коалиновая с ментолом. Это от Green Mamy серии Улетай. Ну, это если у вас проблемная жирная кожа, вообще-то считается молодой серией, там, от 16 до сколько-нибудь лет. Сейчас даже, может, попробую ее вскрыть, показать, какая она. Ну, она действительно такая глиняная и белая. 20 минут кожа застывает, точнее, на коже застывает. Если у меня в этот момент родня заходит какая-нибудь домой, было как-то такое, выходит такая лёля бледная. Очень хорошая маска, она мне нравится. Есть у них коалиновая с ментолом, а есть коалиновая, по-моему, с витамином F. Не похожая из этой серии, но вот это еще свежает кожу. Если жарко, то летом самое то. Иногда я просто даже ее делаю, чтобы просто освежить кожу. Это моя любимая маска для рук. Льняное масло и полевой хвост тоже от Green Mamy. Это если у вас там маленькие порезы, ранки. У меня тут как-то неудачно Машкина кошка меня уцепила на днях. Ну и сделайте маску и буквально там за одно-два применения все затягивается. Укрепляют ногти, которые у меня сейчас ровные, совсем коротенькие. Последние дни что-то стали ломаться. Надо лопать витамины, кстати. Да, это не совсем уходовая косметика, но вот мой любимый кальций в капсулах. Даже сейчас покажу, как оно выглядит. Вот такие вот капсулки. Он мне очень нравится. Раньше он стоил, там буквально 100 рублей, как раз 100 капсул. А теперь где как чуть ли не 200 рублей. Ну, кто во что гаразд называется. В общем-то такая маска. Я вам ее советую. Она для сухой кожи очень хорошо. И вообще для кожи увлажняет и питает. Очень хорошая маска. Это у меня обычно достается зимой. На самом деле срок годности прошел уже где-то, сейчас скажу, в декабре 2014 года. Но ничего не изменилось. Тут состав вазелин, гусиный жир, минеральное масло, парафин, парфюм, метилпарабент, витамин Е и ВНТ. Не знаю, что такое ВНТ, но может там, не знаю, видно будет. Не видно. Это защитный бальзам для лица и рук от моротной погоды с французским гусиным жиром. Денис Азарнин. Это серия из Гринмамы. Он очень хорошо при морозе. Просто даже перед выходом на улицу, на руки, на лицо занести. И никакой мороз не страшен, никаких покраснений. Все нормально. Я даже помнится, в прошлом году зимой ходила без перчаток. Просто где-то они были, доставать их было лень. И даже не знала, где они находятся. И спасалась этим кремом. Кожа была нормальная, не сохла ничего. Чем он, в принципе, сейчас еще есть на сайте. По-моему, 97 или 95 рублей стоит. И его намного очень хватает. Если приходит, то сейчас он, наверное, может и не выдавить. Даже не знаю. Ну да, он сейчас... Хотя он выдавливается. В общем, раз уж выдавила, вот такой он. Похож на вазелин на самом деле. И да, это, в общем, плотненький такой кремик. Если холодно дома или просто в сумке там валяется, то его очень нужно разогреть в руках как-то, чтобы он выдавился. А вот сейчас тепло, и, соответственно, он хорошо выходит. В общем, я вот такую вещь вам советую. Если вы будете там, допустим, в Гринмаме что-то приобретать или в магазинах, вы увидите, очень хорошая вещь. Вот этот крем, который я недавно, с последней моей посылки, крем для ногтей, укрепляющий морские минералы и хитозан. Это тоже Гринмама. 10 или 20-20 миллилитров, кажется. Я его хотела сначала кому-нибудь подарить, а потом решила оставить себе и запользовать. Сейчас я им пользуюсь активно. И он первый раз, когда я им пользовалась, когда он только вышел, он мне что-то как-то его не поняла. Ну, а сейчас вот, и довольно удобно он наносится, впитывается. Я всегда казалась, а как это в ногти, можно что-то втирать. Ну, воск еще как-то, но все равно он как-то остается. А этот, он действительно впитывается. Я при вас мажусь им. Вот он. Он быстро впитывается, и ногти. В принципе, по отзывам он хороший. Но я не знаю, как будет на самом деле. Иногда его сильно выдавливается, и пользуюсь просто уже как крем для рук. Крем для рук, он все-таки немножко густоват. Что у нас дальше? Это, наконец-то я до него добралась. Это второй флакончик. 165 грамм. Это Белкосмекс, белорусская косметика. Крем для рук и ногтей. Чем он у нас тут был? С кокосовым маслом. У меня уже он открывался пару раз, но сначала Ленка мне подарила крем, потом еще раз подарила крем. Потом я, не знаю, какой случайности, купила в Афраше огромную закупку, и там тоже был крем, и они оба тут недавно закончились, было в пустых баночках. И вот я, наконец-то, им снова стала пользоваться. Очень классный, хороший крем. Он стоил 22 тысячи белорусских рублей, я не помню, как это, ну, где-то рублей 80, наверное, если в переводе на русский. Я его покупала в мае месяце, когда я ездила в прошлом году в Белоруссию с экскурсией от Ярублтура. Вот такой он. Тоже делаем сводч. Он не сказать, что густой, не сказать, что жидкий. Он очень хорошо впитывается. И руки, кстати, не становятся там какими-то скользкими или еще что-то. Ну, по крайней мере, сейчас, если нужно будет что-то открыть, то мы узнаем. Я заодно вспомню. Бывает ли от него скользкое что-то. Но он очень классный. Он хорошо, очень влияет на кожу. Если у меня получится в этом году, если от Ярублтура, допустим, вот какая-нибудь поездка в Витебск или еще куда-то в ту степь, куда мне хочется, потому что у меня остались, по-моему, 140 или 150 этих тысяч белорусских рублей. Они, соответственно, их нигде в России не применить, только в Белоруссии. То я там, надеюсь, закупиться снова, если не такой именно, но какой-нибудь белорусской косметикой точно. Так, сейчас у нас тут будет несколько бальзамчиков. А, самопальные духи. Ну, не уходовая, конечно, косметика, но там вообще... Я потом все-таки напишу этот пост в контактовой своей страничке, все, у меня как-то руки не доходят. Там был масло пачули, розы и ванили. Ваниль как-то странно пахнет, но, может, масло ванили именно так и пахнет на самом деле. Ну и одна капелька лаванды и вот он у меня уже месяца два стоит греется, зреет. И сестры мне сказали, что пахнет корицей. Машка мне сказала, что пахнет ванилью. Сейчас он пахнет чем-то таким вот... Там даже вот лаванда чувствуется немножко. Вот такое интересное, оно даже потемнело. Уходовая косметика. Так, еще очень шикарная штучка. Хоть я ее и ругала немножко, что она сделана непонятно, где и, возможно, в России. Эликсир 7,9. И мне как-то приходил Эликсир 7,9 в виде кремика какого-то такого или жидкого молочка. Несколько лет назад подарок. Он мне очень понравился. Хотя он был там для тех, кому за 100, наверное. Ну, не знаю, за сколько, но не совсем подошел к моей коже, но что-то он такой был нежный, нежный, как именно вот такой консистенции, как крем бы он мне подошел. Этот ролики для глаз. Правда, я им не только глаза, еще и лицо иногда юзаю. Выдавливаю просто... Так вот. Сейчас попробуем. Тут уже остатки был и роскоши, на самом деле. Может быть, видно будет. Но на самом деле такая блестящая субстанция. Она нежная, быстро впитывается. И все-таки я в пустых баночках про него потом побольше расскажу. Он скоро уже закончится. Он мне очень нравится. Сама бы я не купила, меня бы задушила жаба. Но в подарок, в общем, я его специально... Я не жалею, что я его в подарок тогда выбрала за заказ. Так, это у меня бальзам для губ. В общем, от Аленки и из поменяшки. Фаберлик, бьюти кафе, карамельная пролине. На самом деле, очень хороший густой бальзам. Жирный. Но у меня чуть-чуть от него щиплет губы. Причем, вот как, допустим, увеличивающий объем от мятных каких-нибудь блесков для губ. Тут вроде все хорошо, но немножко какое-то странное ощущение на губах. Хотя увлажняет он хорошо. Я им иногда пользуюсь. Так, этим я давно не пользовалась. Я его сейчас специально достала. Это и франшерский прошлогодний или уже позапрошлогодний новогодний серии. Какао и малина. Он немножко такой крепенький. Буквально, да, я его где-то года полтора назад я сделала ему замену своим вишнём. В общем, ну, сводчик я сделаю. Он дает действительно цвет. Вот такой вот. Ближе, наверное, к малиновому. Блестящий. Он ничего, он хороший увлажняет. Единственное, он как-то крепко, не синий. И из-за того, что у меня сейчас очень много всяких бальзамов, он у меня ушёл в такие юзанные запасики. Это всё-таки, может, ближе к декоративке, но он тоже увлажняет. Это фаберликовый блед для губ с вишенкой. Это мне Женька подарила. Тут осталось буквально наполовинку. Так. Потом, ну, у меня, соответственно, бальзам для губ, это... Что у нас тут? Из этого года, новогодней серии, апельсин и миндалей фрошевский. Это обычная гигиеничка вот такая. Никакого цвета она не даёт. Очень вкусно пахнет и хорошо увлажняет губы. Ну, и моя вишенка, которую я сейчас усиленно пользуюсь, которая сейчас у меня на губах. Уже наполовину, вот, смотрите, я смотрю обзоры Алёнки, когда она столько-столько всяких там блесков за месяц уделывает или как-то так. У меня он ровно год пользовался. Практически. Ну, почти постоянно. Если плюс-минус, ну, в принципе, по месяцам вышло бы на год. Я только половину уделала. Не знаю, как у меня так получается или как получается у Алёнки. Но я сейчас делаю сводч просто на руке, как он выглядит. Он тоже такой ближе к малиновому. Ну, даже к вишнёму. Он немножко потемнее. Он тоже хорошо увлажняет губы. И он более мягко и лучше наносится, чем его, так сказать, предшественник. Такой вот. Так, ещё у меня тут есть блед для губ. Именно меня, точнее, бальзам с какао. Я не знаю, может, я где-то делала в обзорах его показывала. Тут когда-то был родной блед банановый с Light in the Box. Ну, я просто из-за коробочки, что пингвин, это называли мы с подружкой пингвин, блеск в заднице, блеск в жопе даже. Извиняюсь, такой сленг. Здесь у меня с маслами, с воском. Я уж точно не помню. Вот она, смотреть в группе у меня ВКонтакте, что там за состав. Но тут чистый порошок какао из Бельки, который я покупала, когда уже, можно сказать, полтора года назад была в Финляндии на пароме Таллинн-Хельсинки. Я периодически пользуюсь кисточкой. Наношу его. Ну, получилось хорошо. Сам себя, так сказать, не похвалишь. Никто не подхвалит, да? Получилось хорошо. Он увлажняет. Потом, вот тут у меня еще стоит остатки былой роскоши. Последняя баночка моего крема для рук. Имя меня. Это кокосовое масло, там лимон. Что-то еще, я уже не помню. Я его даже на ногти наношу. Ну так, когда вспомню, когда вот, что первое под руку попадет, то и польза называется. Вообще, я тестировала его на Ксюхе. У меня тут все смылось, а надо теперь это все смыть, наверное, все-таки ваткой. И Ксюхе он понравился. Да, и вот, кстати, что крем мой, что крем не мой. Все-таки крышечку можно открыть, не соскальзывают руки. В отличие от Иврашевского. Так, сейчас мы это все удалим. Так, и что у нас тут сейчас есть? Еще у меня маска такая-то. Спа-ритуал удовольствия. Эйвен с маслом африканского дерева Шехтера там какао. 75 миллилитров. Хотите быть негром, намажьте съесть. Хорошая маска. Кстати, давно что-то я ее не делала. Кожа увлажненная. Она мне очень нравится. И, в принципе, я ее советую, если вдруг кто-то будет что-то покупать в Эйвене. Дальше у меня будет вот такой мне пришел в подарок традиции хамама восточный питательный бальзам для тела с органией и эфирным маслом флердоранжи 75 миллилитров Тайфрашевский. Я его из серии хамамов, я ее пользую. И как крем для рук, и как крем для ног, и как крем для тела. Ну, в общем, он просто нравится по запаху, по консистенции, он хорошо впитывается, он такой нежный. Ну, и так, стоит. Иногда он у меня стоит под самым носом, а я его ищу и думаю, где же у меня что-то было такое. А оно под носом стоит, я его не замечаю. Так, вот это моя любимая штучка, уже не знаю, четвертая или пятая. По счету вот такая флакошка. Это ифрашевская пюрсистема, очищающая лосьон против прыщей. 150 миллилитров, кажется, он с алоэ. Такой густенький, он зеленоватый, и он мне очень нравится. Я иногда летом, чаще всего летом, я им пользуюсь. Он хорошо увлажняет, иногда зимой. Иногда я отливаю маленькую бутылочку, если еду в деревню или там в какое-то путешествие. В общем, он меня спасает, он мне очень нравится. Так, что у нас тут еще? Еще у нас тут дешевый аптечный огуречный лосьон. Раньше в молодости моей, или в старости, или в детстве. Короче, лет 15 назад мне очень такой нравился, но он был немножко не такого цвета. В прошлом году я вдруг поняла, что он слишком зеленый, и решила попробовать свой. Тут, конечно, уже сейчас немножко, ну и в сравнении ни в какое не идет. Вот тут огурец с нашей дачи, так сказать, и водка какая-то, по-моему, хлебная. Возможно, хлебная, я в водках не разбираюсь, просто когда наношу на ватный диск и протираю лицо, то у меня почему-то чувствуется именно огурец и хлебушек такой. Ну, соответственно, как лосьон спиртовой, он очень хороший. У меня есть еще есть. Я тебе кому-то могу отлить. Типа реклама. Ну и этот я им пользуюсь чаще всего летом. Ну и так, когда кожа вдруг внезапно поел шоколад от чего-нибудь соленого, чего-нибудь жирного, и кожа тебе говорит, о-о-о, все, помираю, буду жирной кожей, иди, Лёля, нафиг. Так, что у нас еще тут из ухода? Вот такой у меня есть железо для рук и тела серии Fresh Mix, ягодное. Это Fresh Mix, ягодное железо для рук и тела, черная, красная, белая смородина. Мне подарила его год назад с лишним моя тетушка. Есть у меня так, ну, вообще по линии дедушки, у меня вообще на самом деле очень много родней по любой линии дедушки и бабушки. Вот есть тетя Наташа, она, кстати, тоже я левша, пишу я левой рукой, и она тоже левша, когда ее переучивали, она научилась писать и той другой рукой. Это прикол такой. Тетя Наташа, вот она каждый раз, когда к нам приезжают, редко, правда, приезжают, она привозит какие-нибудь подарки. Вот раз мне досталось вот это вот желе для рук и тела, я сначала совершенно не поняла. Видимо, оно все-таки не летнее, а зимнее. Оно действительно выглядит как желе, даже похоже на какой-нибудь такой киселек из ягодок. И оно очень, ну, с летом оно очень долго впитывается, зимой оно, хоть и написано, что долго впитывается, зимой оно очень хорошо быстро впитывается. Оно мне и для рук, и для ног, и для тела очень хорошо, мне нравится. И пахнет довольно вкусно, ягодками какими-то вот. Вот такое вот оно, полупрозрачное. Тут у меня Женькин кот сегодня меня изцарапал. Обычно он у меня мягко царапает, видать соскучился. И решил устроить себе пиршество на моей коже. Оно не скользкое, оно практически никакого аромата не оставляет. Такого уж, конечно, пахнет чем-то таким ягодным, но очень легкий. В общем, оно мне очень нравится. После душа, ванной, самое то. Я, правда, не знаю, что это за фирма, где она это покупала вообще. Ну, и у меня тут осталось совсем три флакончика. Это молочко для тела, утро в саду, цветы и розы, свежая роза, точнее, и фрашевская. На самом деле там была крышечка, а дозатор у меня лежал года два. Я не знала, куда его приспособить. Померила на одну бутылку, не лезет на другую, великоват. Дважды его подстригала немножко, и вот он влез, ну и нормально очень выдавливается. Извиняюсь, я чуть-чуть кашляю. Белое молочко пахнет для меня, ну, сейчас конкретной такой розой в пуэре. Или розой, лепестками роз с черным чаем, ну, больше лепестками роз с пуэром. Хорошо увлажняет, оно мне нравится. У меня уже гель закончился давно. Туалетная вода у меня стоит. Что-то я сейчас не пользуюсь, но вот им я пользуюсь и как крем для рук, и как крем для ног. Ну, в общем, молочко для тела. Что еще можно сказать? Ну, уходовая ли эта косметика? Перекись водорода, которой я поливаю маленькие ранки, а еще закапываю себе в уши. Да, я уже в каком-то видео говорила, что в уши я себе закапываю, в отличие от палочек и начищу. Ну, и флакончик от рефлеймовского дезидоранта с розой. В нем второй раз уже запихан мой эксперимент. В общем, мой личный дезидорант. Он у меня где-то там в этой моей группе на него рецепт был последний раз. Тут у меня на облепиховом масле косметическом. Я помню, что в видео у меня должно быть про косметические масла. Я постараюсь, может быть, на этой неделе все-таки записать. Ну и... Что я даже не... А, и совсем забыла. Склеротичка я. Еще у меня есть вот такой кремик. Я им иногда пользуюсь. Как сейчас вот вспоминаю, тут совсем чуть-чуть осталось. Это у меня подарок от Саши Житовой. Кажется, еще летом пришло. Чистая линия. Крем питания важнее до лица и тела 20% алоэ. Кстати, очень нежный, легкий крем. Он мне нравится. Ну и тут еще у меня в сундучке есть всякие оставшиеся бальзамчики. Так. Вот этот с вишенкой. Мне вот похожий дарила, по-моему, с розой Аленка. Но он у меня еще не открыт. Этот с вишенкой мне года два назад подарила этот Арифлеймовский библиотекарша одна. Вкусно пахнет. Там, ну, осталось, ну, не знаю, может, еще одна треть. Я им пользуюсь. Периодически тоже их много. В принципе, все не перепользуешься. Так. Это у меня очередной бальзам для губ. Это я год назад покупала на Али себе, потом Женьке и Ксюшке. Романтичный медведь. Это лимонная такая конфетка. Он без всякого цвета. Прозрачный, хоть и выглядит желтым. Но очень вкусный. Похож на лимонную такую карамельку. Ну и дальше у меня тут уже пошли декоративные кусочки. Точнее помадки. И, в принципе, это уже к теме не относится. Даже, не знаю, наверное, уже на этом я заканчиваю свой обзор. Если вам было интересно, то я рада. Ставьте пальчики туда-сюда. Пишите комменты. Мальчик, что сейчас усиленно троллит меня, или он так думает, что он меня троллит в комментариях. Тебе привет. Я его совершенно без понятия, кто ты такой. Но ты так усиленно прыгаешь у меня в комментариях. Просишь тебя забанить. Наверное, ты жаждешь внимания. Привет тебе. И да, я совершенно не обижаюсь. Но там какие-то отрицательные комментарии. Хотя у меня ваша поддержка тоже прикала. Спасибо большое. Ну, приятно на самом деле. Но иногда я люблю потроллить. Чтобы не заходить с браузера, с хрома, допустим, на тифоретник, можно зайти на Google Plus, на YouTube. И особенно, если кто-то пишет что-то такое хамское, на его взгляд обидное или еще что-то. И попрактиковаться в троллинге. Ну и всем приятного дня вечера. Удачи и здоровья. Ибо сейчас что-то очень много все болеют. Ну и до новых встреч. Пока.